Ребят, всем привет! Давайте поговорим сегодня о важной теме, как раздолбайство. А именно, раздолбайство в таких странах, как Голландия и Германия. Как бы они с хорошей себя стороны не показывали, как у них там все круто, цивилизованно, все держат под контролем, но тем не менее, заражений очень много. И в чем прикол? Вчера мы выходили с Амстердама, у нас был один Волсман, нормальный, веселый мужик. Понятное дело, он пришел без маски, без всего. То есть, его отношение совершенно нейтральное, что есть коронавирус, что его нет. То есть, человек один из тех, кто не оценивает обстановку реально. Ну, это ладно, он один, фиг с ним. Это его решение. Но, почему власти, портовые, их не заставляют носить элементарную маску? Потому что неизвестно, он красный, лицо красное, глаза красные. Конечно, он может курнул, блядь, не по-детски. Но все равно, лучше, чтобы он был в этой маске, потому что он сюда пришел, два часа порулил и ушел. То есть, а вирус оставил на мостике, где вот я в вахту стою, потом после него еще с торпом, капитан. Почему-то я только об этом задумался. Ладно, мы оттуда ушли. Сегодня мы пришли на рейд недалеко от браки, в Германии стоим. Шесть часов, ну, благо не на моей вахте, там пять-шесть часов где-то примерно лоцманская проводка была. Четыре лоцмана село, понимаете? Четыре. Два из них ученика и два лоцмана. Как вы считаете, это нормально во время эпидемии, когда в Германии сейчас, например, тысячи заболевших, увеличивают шансы для нас еще, да, поймать здесь эту бациллу и распространить ее по судну? То есть нам запрещают выйти в город, а в лоцмана заходят без масок, еще и по четыре человека сразу. Меня это очень сильно взбесило сегодня. И как бы я капитану не успел сказать, он ушел завтра. Спрошу у него, почему так происходит, и можно как-то повлиять. Либо пускай дают разрешение хотя бы в Норвегию, чтобы мы могли в город выходить. Потому что власти портовые пока вообще никак не действуют. Кроме того, как нас заблокировали, ничего не предпринимается. И помимо этого, один из них, я тут зашел, раз чихнул, два чихнул. Что за хрень вообще? Ну, это дикость. Для меня это дикость. Вот пришлось сейчас тут, блин, все спиртом протирать, за все, что они могли хвататься четвером, а руки тут у них, я думаю, побывали много где, проветрить. Но все равно это не поможет, понимаете? И кто знает, вот сейчас это видео выпускаю, я займу-то, блядь, через 2-3 недели мы сами, короче, поедем домой. А мне это надо, дома, естественно, как бы, да, тоже семья, нужны деньги. И то мне компания будет компенсировать за это, может быть, эти лосмана мне будут компенсировать, да им по херу вообще. Но я в любом случае, если что-то пойдет не так, я из этого работу потеряю, как бы, я буду решать вопрос по-другому. Потому что с нашей стороны все меры, которые от нас требуют, они приняты. То есть мы карантинное время уже прошли, никто не болеет, все нормально. То есть источник, который может быть только, это вот лосманов. Сервейера даже в порту, они не заходят, они на расстоянии. Они сразу говорят, нам не положено. А эти распиздяи заходят кучкой своей и трутся тут на мостике, блин, чихают. В общем, пишите свои комментарии, ребят. Такое сегодня видео, не позитивное, но факт остается фактом. У нас в России, кстати, кто может скажет, но я думаю, у нас строже с этим. Они должны, как минимум, в масках хотя бы лосмана заходить. Хотя кто знает. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok